9 марта Россия в очередной раз запустила по украинским городам десятки ракет. В том числе рекордное количество гиперзвуковых кинжалов, которые до этого использовали очень редко. Мы бачим кинжалов, этого раза аж шесть. Вот тому, власне, это такая атака, ну, не пригадую, если честно. Что стало причиной такого масштабного применения кинжалов? И можно ли говорить, что Россия таким образом пытается изменить тактику ракетных обстрелов? Разбираемся в этом видео. Крылатые ракеты воздушного базирования Х-47 «Кинжал» — современный гиперзвуковой комплекс. Впервые Путин сообщил о нем в марте 2018 года. Функцию боевой платформы здесь выполняет истребитель дальнего радиуса действия МиГ-31. После сброса в заданной точке ракета летит с гиперзвуковой скоростью, превышая скорость звука в 10 раз и маневрируя на траектории полета. Москва называет кинжалы супероружием, а пропагандистские СМИ пишут, дальность ракет позволяет поразить любую точку не только в Украине. Все европейские столицы, кроме Мадрида и Лиссабона, находятся в пределах досягаемости кинжалов, если ракета стартует, например, в районе Бреста. Кремль не афиширует, во сколько российскому бюджету обходится один кинжал, но в сети можно найти информацию, что цена от 500 тысяч долларов до миллиона. Поэтому даже сами путинские медиа подчеркивают, учитывая, что стоимость ракеты сопоставима с годовым бюджетом небольшого российского города, расходуют кинжалы всего лишь по особо важным целям. Гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины. По состоянию на начало января на вооружении у противника, по данным украинского Минобороны, было 53 кинжала. Воздушные тревоги в Украине часто связаны со взлетом носителя этих ракет МиГ-31 с аэродрома в Беларуси. Тем не менее, за весь год войны путинская армия выпустила по разным объектам до 10 кинжалов. Аналитики отмечают, использование такого количества этих ракет за одну атаку беспрецедентно. Но вряд ли говорит о новой тактике противника. Цель иная. Преследовали цели в российском командовании нанести удары по неким объектам, которые им необходимо было уничтожить. Но вот с максимальным процентом, с максимальной вероятностью эффективности, максимальной вероятностью уничтожения, не делая ставку на остальные ракеты, прорвут они ПВО, достигнут ли цели. Это шесть объектов, а возможно не шесть, а меньше. Они просто распределяли по две ракеты на объект, например, или по три ракеты на объект. Но вот им нужно было обязательно по ним нанести удар. 9 марта по сообщениям российского Минобороны высокоточным оружием были поражены ключевые объекты военной инфраструктуры, предприятия оборонно-промышленного комплекса и объекты энергетики. Украинские аналитики говорят, кинжалы запускали из Курской области в центральные районы и Киев. Почему именно из Курской и Киева, и из центральной части Украины они были направлены? Потому что в предыдущие обстрелы ворог визначил, что в этом месте у нас концентрована, заседана значная количество засобов противопроводной области, которые, например, против тех же крилатых ракет очень эффективны. То есть эффективность в предыдущих обстрелах досягала до 90-85-90%. По словам экспертов, в Х-47М2 кинжал применяются редко, потому что это дефицитные ракеты. Процесс их производства полностью зависит от иностранных комплектующих, микросхем, чипов, полупроводников. В ракете более 130 электронных элементов иностранного производства, в частности американского. В условиях санкций Россия не может их серийно производить. Поэтому они и в основном используют их как морально-психологическое какое-то давление. Запускают носители этих ракет, МИГ-31 кинжал, для того, чтобы отвлекать внимание ПВО на себя. Наше ПВО на эти истребители таким образом и вскрывается ПВО и так далее. Сами пуски осуществляются очень-очень редко. Поэтому, да, действительно, это на сегодняшний день довольно-таки уникальная для российских оккупантов ракета. И ее применение тоже достаточно уникальное. Сколько бы ни запустила Россия кинжалов, к сожалению, все они достигнут цели. Средства ПВО, которые есть на вооружении у Украины, не могут их перехватывать. Поэтому кинжалы военные эксперты называют одной из самых сложных целей. Скоро Украина получит противоракетный комплекс «Патриот». Но неизвестно, сможет ли он сбивать эти ракеты. Способны ли ЗРК «Патриот» сбивать Х-47М2 кинжал? Вопрос очень интересный, поскольку ни одного факта такого нет. Почему? Ну, потому что еще ни разу «Патриот» не применялся против кинжала. Точно так же, как «Кинжал» ни разу не применялся против «Патриота». Мы на сегодняшний день знаем только в теории, по характеристикам, насколько хороши «Патриот», например, против Х-22 и так далее. Мы знаем только в теории, насколько они хороши против могут быть остальной номенклатуры ракетного вооружения. Но непосредственно на практике мы уже убедимся тогда, когда эта система будет отрабатывать данные объекты. Что до количества «Патриотов» и возможности закрыть украинское небо, здесь мнения экспертов разделяются. Часть считает, чтобы создать так называемый «зонтик», ВСУ необходимо до 20 дивизионов. Только для защиты столицы нужно хотя бы три. Другие говорят, того, что получит Киев, вполне достаточно. Что до комплекса «Патриот», кількость, которых нам дается дещо варюется, там два-три дивизиони, это насправді досить значная кількость этих систем. Это близко до 24 пусковых установок, которые, враховывая их дальность, могут закрыть досить значный обсяг нашего повітряного простору. Также мы очікуємо на передачу нам комплексів САМ-5. По словам аналитиков, учитывая, что Украина пока бестильно против баллистики, эффективнее поражать самолеты, с которых запускаются эти ракеты. Так, например, літаків міг 35 ДНК, которые могут запускать ракеты в пинжал. В них было до 10. Один минулого року в нем были проблемы, загорился двигун. Під час посадки, тобто, осталось 9, сегодня использовалось 6. Они, как нам известно, базируются в Белоруссии на авиабазе в Мачулищах. Они звездно взлетают, заходят в повітряный простор РФ и из Курской области, как сегодня, длится обстрак. Учитывая санкции, Россия не может производить современные истребители. Поэтому в случае их поражения у оккупационной армии просто не будет носителей для запуска ракет.